Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о тапочках. Недавно я собирала в шкафу, перебирала обувь, еще не заполнила, еще не все перебрала, еще надо будет снять второй шкаф. Ну, в общем-то, как я говорила, шкаф этот жутко неудобный. И вот эти тапочки я отобрала, отправить детям, подросткам. Ну, у них ножки обычно нормальные уже, у моего подростка так нога больше, чем у меня, поэтому я думаю, будет нормально. Тапки уже такие старенькие, вот сегодня они были без шнурков. Я шнурки, когда их стирала, мыла на зиму, я шнурки не знаю, где дело, поэтому без шнурков не стала отправлять. Вот купила шнурочки, сейчас приодела, померила. Ну, и что я вам могу сказать? То есть я сейчас хожу вот в этих вот кедах, да, или что это? Ну, короче, небо и земля. Вот такие вот эти, я вам их реально рекомендую. Я такие покупала ростовкой, и вот в ростовке было две пары моего размера, я их все сносила с удовольствием, вот несколько лет. И сейчас, если я где-то увижу, то тоже куплю снова. Это первый момент. Второй момент, то, что у меня где-то, я еще найду, когда в процессе расхламления найду, у меня где-то, по-моему, еще есть одна пара, вот таких вот, на 39 размер. Когда я их найду, то будет розыгрыш, поэтому, если вы еще не подписаны, то подписывайтесь на мой канал и смотрите все новые видео, чтобы не пропустить. Да, ну, конечно же, если у вас 39 размер. А если вы знаете кого-то с 39 размером, то можете прислать и там. Да, и вот по небу и земля, вот те вот серые, боже, они уже так смердят, у меня у них ноги жутко потеют. В этих вообще, я не помню, чтобы они потели. Сейчас я в этих купила сегодня стелечки, пока шнурки покупала, он купила стелечки, вот такие вот, они подписаны. Деодорант, немножко есть такой приятный аромат у них. Стоили около 40 гривен, по-моему. Ну, в общем, посмотрим. Ну, ноги все равно будут потеть. Тут, по-моему, вот тут, вот видите, сплошная и достаточно плотная структура. И внутри вот достаточно плотная вот она. И я так понимаю, что тут у нас внутри, ну, показано, что ткань, но все очень такое плотное, и оно вообще по-моему не дышит. А вот тут вот видно, тут как сеточка идет, и гораздо лучше дышит. Вот у меня чуть-чуть на пальчике начало протираться рисуночки. Ну, и не такие белоснежные века не были. Конечно, я вот это вот подумала, что может поискать, где я ростовку заказывала, и заказать ростовку, забрать себе снова две пары, а остальные разыграть. Ну, короче, посмотрим. Если я такие найду, то я обязательно закажу и со всеми поделюсь. Вот. Ну, а пока хочу напомнить. Вот такие вот я не рекомендую. Ну, это, короче, это эти я покупала. Intensa. То есть в Ашане, короче, покупала. Гривен за 200. Да, тут сейчас не написано, но это вот Intensa или Intensa. Короче, недорогая вот эта вот марка. В общем, вообще не рекомендую. У меня, ну, не знаю, может быть, у вас ноги, конечно, не сильно потеют, но у меня в этих не потели, а вот в этих капец просто. И я каждый раз хожу и переживаю за свои ногти, потому что у меня ногти покрыты лаком, да, вот это гель-лаком. И, соответственно, нельзя ногам потеть. Должна быть дышащая обувь, а лучше вообще открытая. И поэтому он уже... Еще пыль попала, короче, ноги грязнючие, вот не знаю, что. Из-за того, что потеют, и пыль попадает. Ой, надо еще босоножечки достать какие-нибудь. У меня их полно, но я никак их не достану. Что-то волосинка. Все, короче, показала вам свои грязные ноги. Простите меня, пожалуйста. Пойду сейчас их отмывать. Да, ну, в общем-то, я хотела рассказать о том, что... О том, какие галимые вот те вот у меня вторые кеды. Да, и что я не рекомендую их покупать. И хотела рассказать, какие вот эти классные, что если вы где-то увидите и вам нужно покупать, то я рекомендую вот такие вот купить. Мне очень нравится. И я носила, и мама у меня носила. Ой, мама вообще, по-моему, я по сезону ношу. Мама, по-моему, два сезона, и они у нее выглядят новее, чем у меня после месяца носки. В общем-то, те рекомендую. И кто еще не подписался, подписывайтесь на канал. Я тут иногда несу и показываю бред, но периодически провожу розыгрыш вполне хороших вещей. Поэтому подписывайтесь, смотрите, комментируйте, высказывайте свои пожелания. Я все читаю, ко всем пожеланиям прислушаюсь. Ну, конечно же, если мне не желают там убить себя в стену. Такое мне тоже когда-то было. Ну, ничего, переживем. Все, всем пока-пока, удачи! Продолжение следует...